Приветствую вас. Во-первых, хотелось бы отметить, что в вашем сообщении есть два ключевых момента, на мой взгляд, заслуживающие того, чтобы на них обратить ваше внимание. Итак, первый момент – это, конечно, то, на что обращен ваш вопрос, ну, просто потому что вы об этом спрашиваете, и мы, как психологи, должны вам на это ответить. Вот. Значит, ваш вопрос звучит так. Почему люди так на меня реагируют? Далее вы описываете пример. Значит, пример того, как люди на вас реагируют. Значит, после того, как девушка сказала вам фразу, и компания засмеялась, я убедилась, что речь обо мне. Вот это очень интересно, как вы убедились, что речь про вас, что засмеяли. С другой стороны, я понимаю, что если там никого, кроме вас, не было, то, соответственно, действительно, это речь про вас. Что здесь я вам могу сказать? Ну, во-первых, ситуация следующая. Люди, которые ведут себя подобным образом, они, как правило, добиваются некой такой, ну, определенной цели, скажем так. Они добиваются цели самоутвердиться за ваш счет. То есть, вот, им нужно самоутверждение, потому что без него, без самоутверждения, они чувствуют себя, ну, не самым лучшим образом, и самоутверждение им необходимо. Ну, то есть, подумайте сами, вот, ответьте себе на вопрос, зачем людям, например, кого-то плевать грязью, да, если, значит, у них, у странных все в порядке. И, ну, естественно, люди это делают для чего? Чтобы чувствовать себя лучше. Опять же, вопрос. Если люди это делают для того, чтобы чувствовать себя лучше, то, получается, что без этого они чувствуют себя хуже. А если люди чувствуют себя хуже без этого, значит, это их проблема, что они это говорят. Это их проблема, что они выражают вам свою агрессию. А это значит, что человек ведет свой диалог не с вами, а с кем-то другим. Ну, с кем, конечно, сказать сложно, но, как правило, с родителями ведется диалог, как правило. Как правило, именно с родителями ведется диалог, так оно, в принципе, всегда было, что именно вот родители это те, с кем в первую очередь человек пытается вести разговор на уровне... на уровне внутренней речи. Значит, это первое. Второе. Второй аспект. Суспект. Второй аспект касается того, что вы говорите, что я серая мышь, и, в общем-то, всегда хочу себя так выжить. То есть я вот стараюсь быть первой мышью, ведь именно такие люди в основном не замечают, а мне этого и надо, потому что, если я становлюсь предметом с общего внимания, да, только в негативном смысле. А вы не задумывались ли вы о том, почему вы становитесь, становясь предметом с общего внимания, а почему вы только в негативном свете, потому что вы отличаетесь от других тем. Ну, возможно, речь идет о непринятии вас другими людьми, возможно, речь идет о том, что, ну, что вам, что вы, точнее, как-то вот негативно воспринимаетесь, с другими людьми, да, и прочее. И я хотел бы вас, хотел бы у вас спросить, а вот серой мыслью вы хотите быть, почему? Я не уверен, что у вас это ваше желание. То есть, я хочу сказать, что вы хотите быть серой мыслью, потому что вам не нравится негатив. Но негатив, он всегда был, и, как правило, всегда будет. По отношению к вам, по отношению к другим людям и так далее. Так уж получилось, что всегда и везде люди не приемлят тех, кто хочет или кто просто является, не походим на них. И это нормально для людей, опять-таки. Поэтому здесь я думаю, что вам в первую очередь необходимо определиться со своими собственными мотивами. и если вы хотите этого для того, чтобы избегать негатива, то вы, по сути дела, выбирайте позицию, наиболее пассивную, наиболее такую вот, ну, выгодную, наиболее такую, такую для вас, значит, актуальную, наиболее такую для вас, для вас легкую и тем самым, тем самым, вы не улучшаете процесс, своей жизнедеятельности, и тем самым, вы не улучшаете свою жизнь вообще. Ну, это, опять же, ваш выбор. Хотите ли вы, например, просто быть все серой мыслью, чтобы вас не замечали, или вам, вы все-таки будете действовать, исходя из своих достоинств, реализовывать свои плюсы и вообще пользоваться своими сильными сторонами. Это нужно, этот выбор нужно сделать только вам. И, исходя из этого, суммируя, можно сказать, что, значит, Ирина, чтобы ваша жизнь качественно изменилась, вам нужно, в первую очередь, принимать себя такой, какая вы есть. То, что вы описываете в своем тексте, говорите, что каждый человек по-своему прекрасно и так далее, очень похоже на профессионализацию. То есть, в действительности вы в глубине души, скорее всего, так не считаете. Но подобная смысловая конструкция помогает вам выдерживать тот натиск, который вы ощущаете со стороны людей в такие вот моменты для нас, себя. От рационализации нужно избавляться, себя нужно принимать, понимать механизмы образования отношения других людей и действовать так, как хочется вам продвигать свои собственные цели и идеалы и помнить, что внешность играет роль только когда люди бесцельно взаимодействуют друг с другом. И не играет абсолютно никакой роли, когда люди, во-первых, взаимодействуют по предмету какой-либо деятельности, совместно, несовместно, неважно. И второе, не играет никакой роли уже после нескольких, скажем, часов или дней общения. Ну, в зависимости от интенсивности. Потому что внутренний мир человека, его психологический портрет, плавно интегрируется для другого во внешние данные этого самого человека. Вот эти простые истины вам нужно понять и действовать более активно, более свободно, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас узнали вопросы или что-то непонятное в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...